Как начать работу с кобра? Итак, вы хотите начать рисовать масляной краской кобра? В таком случае полезно знать, что вам нужно для начала работы. Во-первых, это базовая палитра. Палитра необходима. У Talens есть деревянные, пластиковые, а также отрывные палитры. Преимущество отрывной палитры в том, что вы можете отрывать палитру после рисования и начинать заново с чистой. Вы можете задвинуть двойную масленку для палитры Talens на боковую сторону палитры. Это означает, что у вас всегда будут под рукой медиум или вода. Более подробно о том, что могут делать медиумы, мы поговорим в видео о медиумах. При рисовании рекомендуется использовать медиумы, чтобы сделать краску тоньше или гуще. Мастихин для палитры пригодится для смешивания, а также может быть использован для рисования, если вы работаете на мольберте. Выбирайте кисть с длинной ручкой. Короткая ручка используется для детальной работы или работы за столом. Какую кисть выбрать, решать вам. Более подробную информацию вы найдете в видео о кистях. Все холсты Talens поставляются подготовленными с натуральным клеем и слоями грунта, поэтому вы можете сразу же приступать к работе. Вы можете выбрать тонкий прочный холст. В этом случае подготовленный хлопок натягивается на панель MDF. Хлопковый холст немного толще и чуть более податливый. В комплект входят клинья. Вы можете вставить их в углы рамы, чтобы еще немного натянуть холст. Если во время рисования натяжение хлопка ослабнет, холсты из льна будут более упругими и прочными, чем из хлопка. В холстах из льна переплетение нитей немного грубее, чем в холстах из хлопка. Вы можете использовать древесный уголь, чтобы сделать набросок вашей картины. Его можно легко удалить мягким ластиком-клячкой. Некоторые следы линий всегда останутся. Используйте старую ткань для вытирания палитры, мастихина и кистей. Никогда не оставляйте ткань с другим мусором, так как она может перегреться и стать причиной пожара, когда ткань перестанет быть необходимой. Ее следует утилизировать как бытовые опасные отходы. Вам также понадобится банка с водой. О том, как обращаться с отходами краски, смотрите в видеоролике об отходах.